Добрый день, друзья. Сегодня у нас в гостях Алена, блогер из Польши. Алена сейчас сама представится и вы поймете, почему ее экспертное мнение будет очень важным в данном контексте видео. Здравствуйте, друзья. Большое спасибо, Владимир, что пригласили на ваш канал. Но в первую очередь хочу сказать, что я занимаюсь иммиграционными услугами, в принципе, по всему миру. Я не говорю о том, что я эксперт именно во всех отраслях, но тем не менее я сотрудничаю с партнерами, с лицензированными адвокатами, тем самым помогая своим клиентам с помощью них. Относительно Польши могу сказать следующее. Я сама являюсь иммигрантом. Мы переехали сюда больше года назад всей семьей. И я могу рассказать о таких моментах, как обучение в этой республике, трудоустройство и многие другие моменты. Отлично. Поэтому предлагаю сегодня в нашем видео поднять такие темы, как плюсы и минусы вида нажительства в Словакии и Польше. Какие есть основания для получения вида нажительства в этих странах? Через какое время можно получить ПМЖ и гражданство? А также какие есть права у людей с побытом в Польше и Словакии? И у вас за спиной огромнейший опыт переезда у нас точно так же. Плюс мы предоставляем профессиональные услуги в сопровождении получения вида нажительства в Словакии. Поэтому нашим зрителям и вашим зрителям будет очень интересно сравнить именно эти две страны. Потому что, скажем, всегда иммигрант, который собирается выехать на ПМЖ в другую страну, для него в конечном итоге всегда эти две страны где-то на одном уровне. И многие выбирают действительно Словакию или Польшу. И сегодня мы без каких-то предпочтений. Я стою за Словакию, вы за Польшу. И мы будем, так сказать, отстаивать свою точку зрения. Отлично. Тогда у меня к вам такой первый вопрос, самый главный. Какие типы видов нажительства есть в Польше? Сначала ответите вы, а потом я расскажу, какие есть в Словакии. Окей, замечательно. Ну, немножко хочу добавить к вашему предшествующему высказыванию о том, что, в принципе, когда мы выбирали страну, да, мы даже ничего не знали о Словакии. То есть, руководствовались, ну, не совсем даже блогерами, дали какую-то информацию из интернета, а просто проезжали мимо Польши, нам там понравилось. То есть, в принципе, если бы я знала о том, что в Словакии есть условия тоже довольно-таки простые и удобные, я не исключаю, что мы бы выбрали именно эту страну. Ну, не все еще, так сказать, потеряно. Польша недалеко от Словакии, поэтому все можно еще поправить. Ну, да, эти страны, очень многие люди, эти страны выбирают как старт, как начало своего пути, потому что те люди, которые сразу хотят какие-то скандинавские страны или Западную Европу, они должны понимать, что законодательство там довольно-таки сложнее, чем, ну, в плане иммиграции для граждан из СНГ, да, чем Восточная Европа, потому что, во-первых, культура, во-вторых, очень много все-таки нас еще связывает, да, с каких-то прошлых исторических времен, и все-таки есть упрощенная система во многих сферах. Поэтому лучше выбрать эти страны, легализоваться, а в дальнейшем открываются уже перспективы и для легализации уже в Западную Европу и дальше. Формы вида на жительство, в принципе, как и во всех странах, да, то есть это работа, обучение, воссоединение с семьей, политическое убежище, в принципе, вот, то есть по бизнесу есть открытие компании, инвестиционные проекты, то есть, в принципе, как и во всех странах. В Словакии такая же ситуация, делится, ну, скажем, выделяются больше вид на жительство по предпринимательству, куда входит, например, можно на основании ЧП или открытие фирмы, думаю, больше так же. Есть тоже воссоединение семьи, есть учеба, есть работа, и есть более, скажем, экзотические виды ВНЖ, это для спортсменов, есть так называемая синяя карта и есть так называемый закордонный Словак, да, иностранный Словак. Это если корни, есть словацкие бабушка-дедушка, соответственно, можно получить такой статус для молодых людей. Уверен, что в Польше, по-моему, эта программа вообще очень серьезно работает, там, карта поляка. Да, карта поляка, действительно. Отлично, тогда перейдем, разберем каждый из этих видов на жительство, я думаю, каждому будет интересно отдельное направление, кому-то по бизнесу, кому-то по работе, по учебе и так далее. Начнем с предпринимательства. И первый вопрос в этом блоке, например, могу ли я, как иностранец, открыть фирму или зарегистрировать предпринимателя в Польше? То есть, ну вот, приехать и просто вот открыть фирму или предпринимателем зарегистрироваться? Смотрите, ну в Польше дела обстоят немного по-другому, нежели чем в Словакии, то есть открыть фирму, юридическое лицо, то есть это открытое акционерное общество или закрытое акционерное общество, не возникает никаких вопросов. То есть зарегистрировать фирму можно как с помощью компаний, которые этим занимаются, а можно даже через интернет. То есть это довольно-таки просто, но при этом открыть индивидуального предпринимателя или частного предпринимателя, как это у нас принято называть, иностранцу не предоставляется возможным. То есть даже человек, у которого уже будет наличие вида на жительство и разрешение на работу, он не сможет заниматься индивидуальной частной практикой. То есть этот формат доступен только для граждан или для лиц, у которых имеется вид на жительство, но при этом он должен быть получен на определенных основаниях. То есть это либо с помощью карты поляка, либо это должно быть воссоединение с семьей и с гражданином Польши или гражданкой Польши. То есть здесь прослеживается тесная связь именно с гражданами Польши. То есть просто так иностранец не может открыть частное предпринимательство. Очень интересная информация. И здесь действительно такое большое отличие между Словакией и Польшей. Окей, я тогда пару слов, как это в Словакии. У нас можно открыть и предпринимателя, и фирму. Это не составляет никакого труда. В принципе, по времени это занимает буквально до недели времени. Тоже можно это все сделать через интернет. Можно с помощью юридических компаний, можно с помощью нашей компании. Мы предоставляем полный комплекс таких услуг. И в принципе это стоит относительно недорого. И любой иностранец может открыть здесь частного предпринимателя, на себя зарегистрировать. Или, например, открыть компанию, быть ее собственником, стать ее директором с последующим получением ВНЖ. Или оставить здесь директора лицо, которое имеет или словацкое гражданство, или европейское гражданство, без разницы. Или лицо иностранец с видом на жительство в Словакии. То есть такая небольшая здесь пометочка, что директором компании не может быть, скажем, иностранец без вида на жительство или без европейского гражданства. То есть это вот такой нюанс есть. Окей, дальше. Можно ли на основании, например, компании получить вид на жительство в Польше? Смотрите, это сделать можно, но это один из самых сложных путей, которые в принципе, если у человека есть выбор, то этот способ не рекомендуется. Почему? Да, потому что для того, чтобы получить вид на жительство через открытие компании, эта компания будет проходить очень тщательную проверку. Она должна будет соответствовать как минимум одному из основных принципов. То есть годовой оборот этой компании должен превышать определенную сумму. Второе, то есть должно быть трудоустроено несколько поляков. И третье, это должен быть показан бизнес-план, очень четко расписан, в котором будет указано, что два этих предшествующих пункта будут соблюдены в ближайшем будущем. То есть в принципе довольно-таки сложная процедура, то есть когда человек только открывает свою компанию, то есть она должна начать функционировать, она должна показать свои обороты, серьезность, намеренность. И соответственно, дальше что происходит? То есть если у человека есть семья, то соответственно обороты эти должны быть больше, чем больше членов семьи, потому что от прибыли компании он должен показать, что он сможет обеспечить себя и свою семью. Соответственно, если в семье еще есть дети, то нужно показывать максимальный оборот, и чтобы страна была уверена в том, что человек, заявляющий такие требования, не будет претендовать на какие-то социальные пособия, помощь от государства, его намерения действительно серьезные по открытию компании, развитию экономики больше. Интересные такие взаимосвязи. Мне немножко так было открытием, что, например, наличие детей, жены, семьи как-то привязано к оборотам компании. То есть в Словакии достаточно для того, чтобы, например, продлить вид на жительство или воссоединить семью, достаточно просто показать деньги на личном счету у гаранта, который к себе воссоединяет. И это, в принципе, без разницы, где он взял эти деньги. Это могут быть заработанные, с продажи недвижимости, автомобиля. То есть по большому счету это никого не интересует. Нужно показать на одного взрослого, например, на жену, 2 600 евро на год, это с расчетом на год. И 1300 евро на одного ребенка. Конечно, честно говоря, на такие деньги прожить практически нереально. Но есть такое правило. Пожалуйста, можно показывать и двигаться дальше. Хочу добавить, что действительно, в принципе, как руководитель компании, он может показать свой дополнительный доход, который будет вне этой компании. Например, что у него есть какие-то, может быть, инвестиционные проекты, может быть, там он где-то аренду сдает в недвижимость. Он может показать, да, при наличии семьи у него на территории Республики Польша, но данный факт все-таки будет на усмотрение инспектора. То есть он может принять во внимание, может не принять. Потому что, получается, если он открывает бизнес и получает ВНЖ именно по бизнесу, то на территории данной Республики во внимание в первую очередь принимается именно этот доход. Поэтому здесь можно показывать дополнительные источники, но нужно понимать, что здесь идет на усмотрение инспектора. То есть какой-то инспектор может отнестись к этому снисходительно и принять во внимание, а кто-то может вообще не принять. Я понял. Ну и тоже немаловажный вопрос. Какие налоги для компаний и ИП в Польше? То есть мы уже выяснили, что иностранцу ИП нельзя зарегистрировать, но при большом желании можно компанию сделать. Но все же, какие налоги? То есть есть ли смысл идти вот этим тяжелым путем через открытие компаний, показания всех этих доходов, заместнание большого количества поляков, чтобы иметь возможность получить вид на жительство и воссоединить семью? То есть есть ли, например, разница налогов относительно иностранца и коренного поляка? Нет, конечно же, такого разграничения нет. Налоги, в принципе, везде одни. То есть я каких-то точных цифр сказать не смогу. Смогу сказать примерные. Почему? Потому что, в принципе, конечно, налоговое законодательство предусматривает налоговые льготы в первый год открытия компании. Человек может ими воспользоваться. Опять же, все будет зависеть от выбора налогооблагаемой формы. Так же, как в разных странах есть различные виды налогообложения. Но я скажу примерно в среднем, чтобы понимать. То есть здесь существует несколько фондов. То есть это НФЗ, туда входит и фонд медицинского страхования, и пенсионного страхования. То есть такой комплекс различных налогов. Получается, что на одного человека ориентировочно при минимальной заработной плате это полторы тысячи злот. Это у нас получается в районе 400 долларов. Человек, то есть любой, либо который затрудненный, трудоустроенный, либо это у него бизнес, то есть он должен понимать, что в среднем это будет и на себя, и на каждого сотрудника, которого он будет трудоустраивать. Это минимально. А что касается, например, налога на прибыль, какой это размер? Вы знаете, здесь, наверное, не смогу тоже прокомментировать, потому что с этой областью не часто сталкиваюсь. То есть опять же, разные есть сферы, разные там системы налогообложения. Это очень глубокая тема, не хочу никого ввести заблуждение. В Словакии я могу проговорить. Сейчас ситуация следующая, что компания платит 21% с прибыли налог, но это уже после 100 тысяч оборотов в год. То есть до 100 тысяч приняли новый закон. С начала 2020 года он вступил в силу, и если оборот в компании до 100 тысяч, то налог всего 15% на прибыль. Как и во многих странах, 20% в НДС, и в принципе это все для компании. Если у нее нет нанятых сотрудников, то больше никаких отчислений, пенсионные и социальные выплаты компания не делает. У частного предпринимателя чуть сложнее ситуация. Налог на прибыль тоже до 100 тысяч 15, потом идет 19%, но там есть, скажем, такой барьер. Грубо говоря, это в 6 тысяч евро в год. То есть до 6 тысяч оборота считается, что предприниматель малоимущий, и он не платит социальные отчисления и пенсионные отчисления. Платит только налог на прибыль. И если так очень грубо сказать, то, например, при 6 тысяч оборота в год предприниматель заплатит всего 350 евро налога за целый год. Если будет уже больше 6, то там высчитывается специальным образом социальное и пенсионное отчисление. Но это минимум еще 150 евро в месяц уже. Поэтому, кому это интересно, вот мы подвели такой комплекс по этому блоку вопросов. Так, следующий мой вопрос, тоже немаловажный, это можно ли выполнять услуги, например, компании или предпринимателя, предпринимателя в других странах. Вот если в Польше, например, зарегистрирована ИП или компания. Работы, например, строительные какие-то или телекоммуникационные, неважно, то есть чем компания занимается, например, на территории Германии. Как с этим быть? Тоже здесь отвечу без очень сильных углублений, потому что эта тема такая, как бы очень глубокая. То есть, в принципе, конечно, он может, человек, да, то есть это как и здесь в рамках международного права, да. Например, у меня вообще моя компания зарегистрирована на территории России, но я могу спокойно оказывать услуги и на территории Польши, потому что я спокойно заключаю договора от имени российской компании. То же самое и с польской компанией, нет никаких проблем. Но действительно, вообще в интернете везде очень много ходит мнение о том, что, да, вот через польскую компанию выходят на рынки других стран. Это действительно так. Существуют такие типы виз, даже специальные, по которым сотрудники польских компаний могут работать в других странах. Это, получается, такие командировочные листы, они могут работать не более трех месяцев. Как правило, то есть это либо между компаниями должен быть заключен определенный договор, да, то есть между польской компанией и компанией, которая находится на территории другой страны. Или должен быть открыт филиал. То есть, да, то есть польская компания открывает филиал, например, в Германии и, соответственно, работают. Происходит такое сотрудничество, взаимоотношения. Ну, в этом плане различий мало. В Словакии точно так же. Например, в статусе частного предпринимателя человек может выполнять определенные услуги на территории другой страны. Выезжать и официально находиться, например, в Австрии, в Германии, в любой другой стране. ЕАС, например. Тоже есть такая специальная форма А1 называется. Это как командировочный такой блок. И предприниматель или компания может командировать сотрудника тоже на три месяца, как и в Польше получается. Поэтому тут различий нет. И последний вопрос в этом блоке. Может ли предприниматель сразу воссоединить свою семью? Ну, я так понял, что нет. Если, например, каким-то образом иностранец открыл все-таки компанию и сразу же он хотел бы перевести себе семью в Польшу. Возможно так сделать? Да, он может податься, да. То есть, но все зависит от того, то есть, ну, должен быть какой-то статус нахождения. То есть, они приезжают, ну, если у них были какие-то основания для въезда в страну, это виза типа Д, в принципе, или там безвизовый режим. И они могут все, да, одновременно податься. Но, опять же, здесь вопрос весь в доходах. То есть, либо это уставный капитал, либо это бизнес-план. Ну, либо это второй вариант, когда уже главный заявитель получает карту побытного в НЖ и после этого происходит воссоединение семьей. То есть, в принципе, можно как сразу подаваться, так же можно и после получения в НЖ. А сколько времени занимает получение карты побытного? Например, в данном контексте, если он зарегистрировал фирму, подал документы, сколько нужно ждать карты? Ну, если говорить реально из практики, то это может достигать 11 месяцев. То есть, в принципе, сейчас сроки ожидания, на любые карты независимости, да, то есть, даже на студенческие и там по работе, то есть, это, ну, бывают периоды, когда они там 3-4 месяца, но могут доходить 8-9, да, то есть, все очень индивидуально. То есть, это затяжной такой момент. Ну, вот, еще одно такое различие. Мы сейчас выяснили достаточно серьезное. В Словакии с этим более-менее, как бы, пытаются войти в сроки, обозначенные законом. По закону 3 месяца на выпуск карточки. И, в принципе, полиция по делам иностранцев вписывается в эти сроки. И последних полгода, вот, в моей практике, наверное, последних наших, так, клиентов, хороших, так, 50, получали карточки в очень короткие сроки, даже, например, там, за 3 недели, когда мы... Сносим это уникально просто. Когда приходят карточки, мы сообщаем эту хорошую новость людям, а они, сидя у себя дома в Украине или России, ждут 3 месяца, как по закону. И они в таком легком, хорошем, в смысле слова, шоке, что не готовы были так рано уже переезжать. Поэтому, ну, есть такой момент, и это прослеживается в определенных, там, внутренних изменениях работы словацкой полиции по делам иностранца. И, в принципе, вот, это, ну, на глаза. Есть много минусов, о которых можно поговорить как-то в отдельном видео, но реально видно улучшение, и действительно в этом плане хорошо работает. Окей, тогда давайте подведем итог по этому комплексу вопросов, именно по предпринимательству и ПВНЖ в Словакии и Польше. Подведу такой резюме. В Польше, получается, нельзя зарегистрироваться частным предпринимателем и получить на основании этого вид на жительство. Можно на основании компании, но это очень сложный путь. Нужно очень много документов, большие обороты, заместная поляка, чтобы доказать, что ты достоин получить вид на жительство на основании, вот, именно как бизнесмен, как предприниматель. Соответственно, следующий тяжелый блок вопросов это воссоединение, потому что тоже там завязка идет на обороты с компанией и достаточно большие сроки получения этого ПВНЖ, что может повлиять за собой, например, я ставлю себя на место бизнесмена. Ты приезжаешь, сразу открываешь компанию, инвестируешь, начинаешь деятельность, нанимаешь людей. Например, открываешь какой-то ресторан, ждешь год, а через год тебе говорят, извини, но тебе по какой-то причине отказано в виде на жительство. И что делать? У тебя ресторан, у тебя куча денег, здесь проинвестировано люди. Ну, в общем, достаточно сложный в этом плане вопрос. Еще хотела вот к первому вопросу добавить, что в Польше есть такая система, в принципе, которая может немного заменить отсутствие возможности быть индивидуальным предпринимателем. Здесь есть такие компании, которые называются бизнес-инкубаторы. То есть человек может зарегистрироваться в этой компании, и юридически он будет как будто бы частью этой компании, то есть, возможно, ее сотрудником, или работать, взаимодействовать с этой компанией как партнер. И при этом он может оказывать услуги на территории республики Польша, и при этом самостоятельно платить налоги. Ну, то есть эта компания, она будет, получается, выступать за этого сотрудника. Услугами таких компаний очень часто пользуются IT-специалисты. То есть они могут оказывать, в принципе, услуги по всему миру, при этом с помощью компании-инкубатора они будут выставлять счета-фактуры, проводить все оплаты, соответственно, показывать свои доходы, выплачивать налоги. В принципе, даже, например, мастера в сфере красоты, что тоже очень требуется в Польше, то есть мастера, ногтевого сервиса, парикмахера, депиляция, все, что связано с бьюти-сферой, очень легко найти работу. То есть просто можно прийти в любой салон, пройти короткое собеседование, показать, как ты работаешь, себя тут же возьмут. И также вот мастера подобного рода тоже работают через бизнес-инкубаторы, но бизнес-инкубаторы, как правило, обязуют их приобретать там какие-то кассовые такие аппараты или чеки, которые будут под... Когда будет выдаваться чек, то есть там будет написано «бизнес-инкубатор», вот эта вот компания, то есть она берет здесь на себя обязательства, то есть услуги оказывает один человек, и при этом вот компания, то есть помогает оказывать ему деятельность, и в принципе, то есть человек может быть зарегистрирован в инкубаторе, и при этом трудоустраиваться на другие должности по договору, ну, возмездного оказания услуг, да, то есть умовозлицения, здесь это так называется. Отлично, что вы об этом вспомнили. В Словакии такая же ситуация, тоже есть бизнес-инкубаторы, можно, в принципе, при желании даже снять отдельное видео, сравнить именно вот эту сферу. Поэтому, ну, очень классное дополнение, действительно. Теперь сравнение со Словакией. Можно открыть частного предпринимателя, можно открыть компанию, сразу же получить вид на жительство для себя, вид на жительство для своих родных, и сразу всем переехать. То есть даже, по сути, еще не начав реальный свой бизнес, только обозначив намерение, что я хочу этим здесь заниматься. И Словакия дает всем возможность при соблюдении всех собранных пакетов документов, всем дает шанс открыть здесь фирму или ЧК и начать свою деятельность. Потом, через там полтора, два, три года, когда нужно будет продлевать, да, будут условия, нужно их выполнить для того, чтобы доказать, что ты достоин дальше проживать в Словакии и дальше вести здесь свой бизнес. Но это чуть-чуть мы дальше об этом поговорим. Поэтому, например, у меня такое предложение к людям, которые нас слушают. Допустим, если человеку нужно в любом случае в Польше открывать бизнес, ну, территориально там привязка есть именно к какому-то городу, то можно сделать даже таким способом. Открыть, например, фирму в Словакии. Это здесь очень просто сделать с нашей помощью. Кому интересно, заходите к нам на сайт, там есть все цены и вся информация. И сделать, например, в Польше отделение. Здесь это называется «зложка». И таким образом получается вести деятельность на территории Польши. Но платить налоги можно здесь в Словакии. То есть открыть спокойно счет в Европейском банке, сдавать отчетность, платить небольшие относительно налоги, при желании получить здесь вид на жительство. Но это совершенно открывает, там все развязывают все руки для того, чтобы фактически вести бизнес именно в Польше. Хорошо, если у вас есть что-то добавить по этому блоку, тогда вам слово и перейдем к следующему блоку. Ну, в принципе, вы все очень верно заметили, что действительно есть некоторая сложность в Польше. Но могу сказать из личного примера на моей практике. У нас друзья, они прошли этот путь и они добились того, что главный заявитель и члены его семьи, у него трое детей, и они получили все карты по быту, но, тем не менее, в первый раз он получил карту, у членов семьи отказали ввиду того, что были недостаточные обороты, но со второго раза у них получилось. То есть, в принципе, нельзя сказать, что это прям совсем нереально. Но, тем не менее, как я понимаю, в каждой стране, да, есть какие-то, ну, скажем так, слабые места. Да, то есть, я сейчас за последнее время общаюсь с представителями разных стран, и вот в каждой стране есть свои особенности, но в каждой стране есть вот какая-то лазейчка, через каким способом легче пройти. Где-то это фирма, где-то это просто финансовое независимое лицо, да, там где-то индивидуальное предпринимательство, где-то работа. Вот, сейчас плавненько перейдем к работе, и вот это и будет именно слабое место Польши, если можно так назвать. А я думал, наоборот, Словакии. Да, вы все верно сказали, на самом деле это и есть цель нашего видео. Сейчас пройтись по всем типам вида на жительство, определить слабые и сильные стороны, а у каждого человека своя цель и свои разные финансовые возможности, и пускай каждый для себя решает, что для него актуальнее. Потому что, например, для среднестатистического бизнесмена, у которого дома добился определенного успеха, он финансово независим уже в определенном смысле, то есть ему, ну, даже если это очень легко, но ему, я думаю, неинтересно там по работе делать себе вид на жительство, потому что это ограничивает его в определенных там моментах, привязывает и так далее. Или наоборот, если там человек нацелен на работу, и, ну, он не бизнесмен, он нанятый работник, да, то есть там сварщика или еще чего-то. Ему неинтересно по бизнесу, потому что он в этом ничего не понимает, у него банально на это нет денег. Поэтому у каждого свои возможности, свои потребности, и наша задача сейчас все рассказать, а люди сами пускай выбирают. Переходим к разделу «Работа». И... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Егорова